Привет! Добро пожаловать на мой канал, где мы говорим об осознанном уходе за кожей. Сегодня мы вновь с вами поговорим о бренде Skin Doctors, на самом деле и не только. И для этого есть повод. Помните, я вам показывала крем с пептидами, который обещал сверхъестественные результаты на 63% сократить морщины за 28 дней. Я обещала вам потом отчитаться и рассказать, как этот крем сработал, потому что для меня это была новинка. Я этот крем ранее никогда не пробовала. И раз уж я буду вам рассказывать про то, как сработал этот крем, я решила показать еще те новинки, которые я еще с Черной пятницы, по-моему, использую. Хочу вам показать, что это. Может быть, вас это тоже заинтересует. Ну и давайте начнем с виновника торжества, с этого крема, который называется Relaxaderm Advanced. Называется он прогрессивным, этот крем. Сюда входит запатентованный комплекс на основе пептидов, которые нам действительно обещают вот эту блокировку ацетилхолиновых рецепторов за короткое время. То есть это одна из разновидностей прогрессивных пептидов миорелаксантов, которые сейчас начинают использоваться. Напомню, что Skin Doctors – это австралийская косметика. Я все время вам не устаю напоминать о том, что австралийская косметика вскоре будет очень и очень популярна, и ее на рынке будет становиться все больше и больше. Что это был такой за крем? Потому что я до конца его использовала, сейчас надеюсь, что мне получится что-то выдавить. Значит, это легкий крем, вот такой вот был, который действительно подходит любому типу кожи. То есть он подходит и коже жирной, и коже достаточно сухой. Но его задача вообще не в увлажнении, конечно. Его задача доставить пептиды туда, куда нужно, и какой же результат у всего этого действия. Ну, я бы сказала, что не за 28 дней, а примерно за срок в два раза больше, для меня лично, по крайней мере. Но этот крем сработал. И сработал он на отлично. И как я это понимаю сейчас? Он у меня закончился, я перестала его использовать. А у меня, кстати, было, по-моему, даже два тюбика, вот за прошедший год, если я не ошибаюсь. Так вот, когда я его отменила, через какое-то время, может быть, там месяца через 3-4, я стала понимать, что чего-то не хватает. И какой-то эффект, который у меня был достигнут, такой более ровный кожу, вот в плане, я имею в виду не рельефа, а именно наличие мелких морщинок. Потому что у меня сейчас, в основном, меня, конечно, беспокоят мелкие морщинки, но в основном это морщинки мимические. В особенности вот здесь, вот в зоне под глазами, вот здесь как лучики такие от улыбки, у меня мелкие еще пока что не такие, не хорошо сформированные морщинки. И вот когда я наносила этот крем, я особенно детально старалась прорабатывать эту зону, я действительно видела вот этот вот эффект. Это выражается в том, что не то чтобы кожа не сокращается, как раньше, да, она это делает, но просто сами мимические морщины, особенно в положении, когда нет никаких мимических движений, они становятся менее видимыми. Вот это абсолютно так. То есть как будто бы сам спазм, вот этот вот сам залом, да, если вы понимаете, о чем я говорю, что я хочу сказать, снимается. Вот в этом вот мне крем очень понравился. Вообще у бренда Skin Doctors есть кремы, вот три теперь у меня любимых антиэйдж-крема, которые я точно могу сказать, что они работают. Это Relaxoderm, это Belift, и это Antarctiline он называется. Вот эти вот три крема, которые я знаю уже очень много лет теперь вместе с этим, я точно могу сказать, что они работают, и я их, кстати, пробовала тоже не по одному разу. Поэтому вот, пожалуйста, имейте в виду, для зрелой кожи с морщинками особенно я бы тогда рекомендовала сочетать. То есть, например, днем строго курсом, потому что здесь не получится скакать один день одно, второй день другое. Днем тогда вы используете вот этот вот крем, он еще и более легкий по текстуре, да, что позволяет нанести макияж, комфортно себя чувствовать в течение дня. И он будет тогда работать над мимическими морщинами. А если у вас статические морщины также есть на лице, тогда я бы рекомендовала, например, взять Belift, он как раз более такой плотный, на пчелином яде, почему называется Belift, на ночь. Вот тогда это был бы такой вот идеальный вариант. Но я еще вам что хочу предложить. Попробовала я, соблазнилась красивой упаковкой, и соблазнилась тем, что я знаю эту линейку с плацентой, это бренд Rebirth, это тоже австралийский бренд, все продается на одном и том же сайте. Посмотрите, какая красота. Я когда открыла упаковку, это еще краше смотрится, чем на картинке. Она еще, видите, выпуклая такая эта часть, как будто кристалл, и обомлела. Я обычно как-то не видела у этих брендов настолько красивых упаковок. Это концентрированный крем с плацентой. У меня есть любимая сыворотка с плацентой от этого же бренда, которую я повторяла я не знаю сколько раз, я очень ее люблю. И вот я увидела, может быть, это новинка, может быть, нет, но концентрированный именно крем с плацентой в такой вот малиновой упаковке с таким вот потрясающим кристаллом. Что у этого крема особенное? Кстати, у всех кремов этого бренда это очень приятные такие текстуры, как эмульсии. Они очень хорошо впитываются, при этом оставляют ощущение абсолютно увлажненной кожи. Они на сквалане, они на жирных кислотах в составе масел, которые необходимы. Они на основе фосфолипидов. Причем здесь очень интересная связка, формула. Когда вы посмотрите, в составе будет через энд. Это значит, что это формула, то есть они в связке работают. Это фосфолипиды, ретинилпальметат, стабильная форма витамина Е и стабильная форма витамина С. Вот они вот в этой вот связке. И сюда, помимо всего, входит еще и мочевина. И благодаря этому этот крем действительно потрясающе увлажняет. Слово плацента, которое здесь использовано, это не громкое слово. На одном из первых мест стоят протеины плаценты. То есть вообще для чего нам плацента с вами нужна? Она нам нужна для того, чтобы дать нашей коже необходимые аминокислоты, ценные очень. Это источник аминокислот в первую очередь. Что не просто про омоложение, я бы даже сказала, а вообще в принципе про здоровье кожи. Поэтому, пожалуйста, обратите внимание. Если вы кому-то хотите сделать подарок, например, к 8 марта, к 14 февраля, мне кажется, человек будет очень рад. Потому что посмотрите, как это красиво. И он универсальный. У него действительно такая текстура, что он и людям сухой кожей очень подойдет, и людям жирной кожей. Вообще это приятно. Слово плацента всегда очень манящее на упаковке. Я люблю, кстати, косметику с плацентой. Раньше я думала, что вот японская косметика с плацентой мой фаворит. Но когда я познакомилась с этим брендом, много лет назад уже на самом деле, я поняла, что еще и австралийская, оказывается, косметика с плацентой тоже мой фаворит. Я, кстати, вот еще что хочу вам показать. Я этот крем вам показывала. Про этот бренд у меня есть на канале видео. Причем очень интересно. Я в кабинете у косметолога, который делает мне процедуры на этом бренде. Это все один и тот же дистрибьютор. То есть вот Advanced Natural, Rebirth, Skin Doctors. Это все один и тот же дистрибьютор. И я использовала, он закончился у меня, к сожалению, я не могу вам показать его текстуру, оксигенирующий икорный крем. Вот в такой вот золотой вот упаковке он. Я его тоже хочу показать как универсальный. Я думаю, что он тоже понравится большинству людей. Насколько я помню, он был такого немножко серовато-голубоватого цвета, очень легкая текстура, и этот крем прекрасно работал над цветом лица. Он у них заявлен у этого бренда как Anti-Age, насколько я помню. Но вот то, что я заметила в первую очередь, это то, что он дает действительно хороший цвет лица, и на него очень хорошо ложится косметика. Поэтому хочу вам сказать, что если вы хотите что-то универсальное такое, что человеку, скорее всего, очень понравится, при этом не навязчивое, при этом какое-то интересное, ну-ка, оксигенирующий крем с икрой. Смотрите, звучит здорово. У меня, кстати, маска еще мне очень понравилась от этого бренда. Вот тоже имейте в виду, хотела вам показать. На моей улице случился праздник. Кто смотрит мои видео постоянно, сейчас меня хорошо поймет. У меня закончилась любимая микродермобразия, шлифовка. Не у меня закончилась, закончилась купи. А на сайте, на котором я ее покупала, ее невозможно купить уже несколько месяцев. И я так понимаю, что привет семье. Уже больше мы ее не купим никогда. И я решила взять вот такие вот эксфолирующие кристаллы от бренда Skin Doctors. Попробовать, что это такое. Меня очень подкупил вот этот вот значок, что здесь не содержится в качестве абразивных частиц чего-то, что способно загрязнить сточные воды и навредить окружающей среде. Вот обратите, пожалуйста, внимание. А вообще вот эта вот вся семья, вот эти все бренды Skin Doctors, Advanced Naturals, Reverse и так далее. Lana Pearl тоже сюда относится. Это бренды, которые не тестируются на животных. Там вот этой вообще всей истории нет. Поэтому даже можете у меня и спрашивать. Кто-то спрашивал, кстати, в комментариях. Видимо, я не упомянула. Это важно, естественно, для многих момент. Это шлифовка на самом деле. Это микродермобразие самое настоящее. То есть это вот такая вот паста плотная, в которой маленькие-маленькие, я надеюсь, может быть, мне получится сейчас вот распределить и вам показать, маленькие шлифующие частички. В результате вы массируете кожу и мелко-мелко, это даже не эксфолиация, вот в привычном смысле слова, это настоящая шлифовка. То есть они работают поверхностно, не травмируя кожу, такие частички, но при этом очень хорошо обновляют кожу. Я, видите, увлеклась, сейчас сижу тут, натираю, потому что мне правда очень нравится. Кстати, кто хочет использовать для рук, пожалуйста, можно использовать. Но ощущение потрясающее после того, как выполняешь процедуру этим продуктом. Гладкая, нежная, действительно отшлифованная, сияющая, с хорошим рельефом кожа. Это в первую очередь продукт для тех, у кого закрытые комедоны. Кто хочет вообще обновить рельеф кожи, может быть, вы понимаете, уже с возрастом он не такой быстрый, как это вообще положено. Это для тех, у кого милиумы. Тоже вот обратите, пожалуйста, внимание, это для вас вот такого рода продукт. Я очень довольна. Вообще, для меня в прошедшем году такими сенсационными стали неожиданно вот два продукта. Это Skin Doctors, их очищающий гель с кислотами. Такой бальзам гель, я бы даже сказала, просто отличный. И это, наверное, вот эксфолирующие кристаллы, потому что на это-то я хотела сказать про него, но я все-таки на него возлагала большие надежды. А это я взяла вот так, так же, как очищающий гель с кислотами. И мне супер понравилось, мне очень понравилось. Вообще, я пытаюсь вспомнить, что у Skin Doctors мне не понравилось. Надо вспомнить. Наверняка что-то есть, не бывает совершенных идеальных брендов, но вот пока что все, что есть, действительно мне очень понравилось. Обратите внимание. Если вы заходите на сайт и понимаете, что дорого, я все прекрасно понимаю, подпишитесь в Instagram Skin Doctors, посмотрите. У них бывают акции. И акции бывают просто потрясающие. То есть очень большие скидки, там чуть ли не по 40%. Поэтому тогда наблюдайте, подпишитесь и наблюдайте. Крем для кожи с розацией, для кожи с куперозом, который называется Capillary Clear. И видите, здесь написано, что это решение для поврежденных капилляров. Вот на упаковке написано. И этот крем, он давно уже в коллекции. Я его видела 153 раза. Но почему-то мне захотелось его взять. Но я уже все перепробовала у этого бренда. Поэтому я взяла именно его, тоже не делая на него особенных ставок. Что у этого крема очень интересно. Вот сейчас вам расскажу. Я его начала использовать не так давно. Это вот, наверное, чуть ли не последний крем вообще, который я открыла за последнее время. Поэтому здесь еще не так много использовано. У него текстура шелковистого мусса. Он очень интересный. Вообще, если мы говорим про текстуры у бренда Skin Doctors, это отдельный разговор. Вот кто пробовал кремы от Skin Doctors, те полностью подтвердят мои слова. У бренда Skin Doctors обычных текстур нет. У них каждый крем какой-то особенный. Вот в плане органолептики текстур. Вот этот вот крем, он шелковистый, он бархатистый. Он очень приятный, он такой обволакивающий. Билифт, например, он такой, как упругая паста. Очень специфический такой крем. И его даже, когда наносишь на лицо, хочется вот растереть в ладошках и вот так вот нанести. Антарктилайн Пламп, он сам, как упругий такой тоже этот крем. Очень интересная текстура. Вот каждый крем хочется как-то вот отдельно описывать. Пожалуй, самый вот такой вот привычный формат, это вот этот вот крем. Это просто такой приятный лосьон. У этого крема, на самом деле, это была моя ошибка. Мне надо было глянуть состав раньше. А я видела, что это крем для людей с розацией и с куперозом. Хотя я человек с розацией и с куперозом. Я думаю, ну ладно, у меня так много всего, чего у меня только нет. Вы знаете, мне кажется, что этот крем подойдет большему количеству людей. Потому что здесь не ацинамид на первых местах. И сюда входит очень интересный ингредиент. Он называется соломоновые слезы. Соломоновые слезы в этом экстракте содержится очень много витамина А. Возможно, он здесь введен для того, чтобы укреплять сосудистую стенку. На самом деле соломоновые слезы очень хороший антиэйдж компонент. Потому что он чрезвычайно богат витамином А. Вот это я вам точно могу сказать. Сюда же входит глюкозаминогликаны, молочная кислота, успокаивающие компоненты, сосудодействительно укрепляющие компоненты, салициловая кислота. Все это еще и на базе лицетина. Для того, чтобы убрать возможную липкость от большой концентрации неоцинамида, салициловая кислота присутствует. Я понимаю, что для этих целей производитель добавил в крем простой спирт. Простой спирт не частый гость у бренда Skin Doctors. Я даже удивилась. Но я вам могу со всей ответственностью заявить, что пока я не посмотрела в состав, я даже не могла догадаться, что он здесь есть. То есть он не проявляет себя никак вообще. Очевидно, его здесь очень мало. То есть нужно запросить, наверное, у производителя, сколько его здесь. Потому что если его здесь даже 2%, это все равно ничтожно мало. Нас с вами беспокоит, когда крем, тоник, лосьон, очевидно, пахнет спиртом. Вот ты открываешь лакон и пахнет спиртом. Когда ты чувствуешь этот спирт на коже. Вот этот холодок от испарения спирта, щипание, если спирт попадает на какие-то ранки, ссадинки. Здесь никак себя ни по текстуре, ни по ощущениям на коже, ни по запаху спирт себя не проявляет. Но о том, что он здесь есть, я вас обязана предупредить, иначе мой обзор будет совершенно необъективным. Но крем мне очень понравился. Какой он дает эффект? Он дает скорее эффект успокоения кожи, сглаживания тона кожи. Возможно, эффект укрепления сосудистой стенки, он, скажем, наступит через какое-то время. Но я кремом фактически две недели только пользуюсь. Поэтому еще не успела накопить по нему результат. И опять же, тогда через какое-то время вам об этих результатах сообщу. Что еще новенького? У бренда Lana Pearl, вот как раз про которого я и говорила. Я взяла сыворотку, которая называется Apple F Plus. И это сыворотка для возрастной, дегидратированной, сухой кожи. Сыворотка и с антиоксидантами внутри, опять же, на базе лицетина. То есть она действительно будет очень, и не будет, а хорошо увлажняет кожу. Сюда входит облепиха. Почему вот немножечко она такой розоватый имеет оттенок. Стволовые клетки яблока. Это, естественно, прекрасный увлажняющий компонент антиоксидантный. Пентавитин, коллаген, причем рыбий коллаген сюда входит, что особенно подчеркнуто. Низкомолекулярная гиалуроновая кислота. Очень хороший продукт. Очень хороший сыворотка с плацентой, правда, мне больше нравится. Но этот продукт оказался тоже очень и очень достойным. И если мы заговорили, кстати, о капиллярах, о капилляропротекторах, о средствах хода против вот этого венозного застоя, для укрепления сосудистой стенки. Вот такой вот интересный крем ко мне пришел. Это крем для тела, для ног, например. Там, где требуется такого рода помощь. Крем этот на основе запатентованного комплекса, который называется Vain Evay Plus. Сюда действительно входит ряд капилляропротекторов, традиционных таких капилляропротекторов, успокаивающие компоненты и компоненты такого дренирующего свойства. Потому что, когда мы имеем дело с венозным застоем, отеки, это и лица, кстати, тоже касается, это неотъемлемая часть. И та же розация, например, если опять же мы говорим про лицо, она часто сопровождается гиперемией, отеком. С ногами та же самая история. Средство очень необычное. Это вот такой вот крем, достаточно плотный. Нужно его немного, потому что дозировка здесь 100 мл. Для тела, скажите, не очень большая. Но наносить-то нужно это только на голени. То есть вы наносите, по сути, не только на голени, а вообще на те зоны, которые, понимаете, что нужно снять усталость. Крем дает некоторый такой охлаждающий эффект, приятный очень охлаждающий эффект, но не чрезмерный. Знаете, не вот как бывают там кремы от целлюлита, когда либо очень печет, либо очень холодит. Нет, скорее это едва такой уловимый холодок. Очень приятный крем. Что он делает в моменте, и вот что можно сказать совершенно точно, он очень хорошо снимает усталость. Он действительно снимает усталость. И со временем, а я же в эфирах, например, в Останкино работаю стоя, отеки бывают там у всех. То есть нездоровые вены, больные ноги, это бывает у всех, кто стоит постоянно. У учителей, у ведущих в нашем случае, потому что они много часов работают в прямом эфире стоя. И это действительно оказалась палочка-выручалочка. То есть на ночь даже вот просто нанести ради расслабления какого-то, ради отдыха ног, мне очень понравилось это средство. Я, конечно, не верю в то, что кремы могут убрать варикоз. Ну, кстати, здесь и не обещает этого производитель. Но поработать над венами как профилактическое средство, снимать отек, усталость, крем при хорошем составе может вполне. И мне вот кажется, как раз это тот случай. Вот они, те новинки брендов Skin Doctors и его коллег по цеху, если так можно сказать, которые я хотела вам показать, которыми я пользуюсь сейчас. Напишите, пожалуйста, что вы попробовали у этого бренда, потому что у меня много очень видео выходило о Skin Doctors. Я регулярно упоминаю, уже сколько лет по моему каналу рассказываю про этот уход. Напишите, пожалуйста, ваши впечатления. Какие ваши средства любимые, почему, какой эффект вы получили, что, может быть, вам не очень понравилось. С удовольствием буду ждать ваших отзывов. Всего хорошего. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok